Всем привет! С вами Дмитрий Платонов и это Насос Эдап. Конечно же, перед каждым жителем частного дома рано или поздно встает вопрос водоснабжения. Иногда этот вопрос решается централизованно через общую систему водоснабжения. Но иногда бывает, что такой системы у вас нет, и тогда либо вы бурите скважину, либо выкапываете колодец. И вот если вы выкопали колодец, вам нужно решить, а какой насос вы будете использовать для водоснабжения. Их на самом деле множество. Что можно сделать? Можно, например, поставить насос в подвал, но вы столкнетесь с проблемой шума, потому что все-таки насос это достаточно шумная вещь, которая может вас, например, разбудить или разбудить вашего ребенка ночью, когда кто-то пользуется водоснабжением. Альтернативой поверхностного насоса будет колодезный, который вы устанавливаете непосредственно в колодец. Преимущество очевидно, но, естественно, колодец на улице, далеко под толщей воды, вы никогда не услышите, что насос работает. Недостатки, конечно, тоже есть. И в первую очередь недостаток заключается в том, что большинство колодезных насосов не обладают нужной автоматикой, и вам нужно каким-то образом придумывать, а как у вас насос будет работать в таком режиме, чтобы вы не нажимали на кнопку включения и выключения насоса, а чтобы, когда вы открываете экран, у вас сразу шла чистая колодезная вода. И вот решение от итальянских инженеров. Насос Deivertron. И вот те из вас, кто подумали, что здесь стоят два насоса, не правы. На самом деле это две насосные станции. В чем отличие насоса от насосной станции? Насос – это просто насос. Для него нужно покупать какую-то дополнительную автоматику, чтобы вы могли комфортно им пользоваться, чтобы насос включался при открытии экрана. А насосная станция эту автоматику уже имеет внутри себя. И вот здесь автоматика очень и очень хорошая, очень и очень удобная. Ее не нужно настраивать, и станция работает по следующему принципу. Когда вы открываете экран, то давление в трубе начинает падать, доходит до уровня пуска, насос включается. Отключается только в том случае, если вы закрыли экран и полностью от насоса до крана труба заполнилась водой. У насоса есть защита от сухого хода, поэтому вы можете не переживать о ситуациях, когда вода в колодце закончится. Если это произойдет, с насосом все будет в порядке. У нас есть 4 версии насосной станции Девертрон. 1000, 1200 и 1000х, 1200х. Если говорить про характеристики, то максимальные характеристики по напору будут либо 36, либо 48 метров, а расход до 5,7 куба. Немножко про секреты монтажа. Дело в том, что когда вы монтируете данный насос, то важно не допустить достаточно распространенную ошибку. А именно, когда вы опускаете насос в колодец за кабель. Если вы это сделаете, то велика вероятность того, что насос выйдет из строя, так как кабель просто-напросто повредится. И поэтому очень важно, когда вы опускаете данный насос, привязать вот к этой петле веревку и опускать с помощью нее. При этом, пожалуйста, учитывайте, что если вы устанавливаете насос, то вы должны опускать его на глубину и оставлять зазор примерно полметра минимум между дном колодца и нижней точкой насоса. В комплекте у этой насосной станции уже есть кабель. Его длина 15 метров, а максимальная глубина установки 12 метров от зеркала воды. Хотел бы также обратить ваше внимание, что в комплекте к станциям идет вот такой вот универсальный штуцер, благодаря которому вы можете подсоединить к этому насосу как шланг, так и трубу разных диаметров. Внимательный зритель наверняка заметил, что модификаций здесь представлено две. Чем они отличаются? Слева вы можете видеть модификацию Divertron, справа модификацию Divertron X. Различие между ними это принцип забора воды. Если в модификации Divertron вода забирается через вот такую вот решетку, то в Divertron X вода забирается через специальный патрубок. Зачем это нужно? Дело в том, что у нас есть дополнительный аксессуар, он отдельно покупается, вот такой вот шланг. После того, как вы шланг присоединили, вы получаете очень интересную возможность. Забор воды теперь будет идти абсолютно по-другому. В обычной версии забор воды идет снизу, а так как колодец этой системой с естественной очисткой, вся грязь седает снизу, есть вероятность того, что эту грязь вы немножко захватите. Особенно, если вы неправильно установили насос и установили его практически на самое дно. А вот в этом случае с этим шлангом, даже если он стоит на дне, у вас все равно забор воды будет идти сверху, и именно поэтому вы будете пить максимально чистую воду. Вот такая отличная насосная станция, которую очень легко установить, которая не требует каких-то настроек. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы решить проблему с гидроударом, вам необходимо будет вмонтировать в вашу трубу гидроаккумулятор емкостью от 2 до 8 литров. И тогда вы получите идеальную систему, которая прослужит очень долго и которая будет максимально комфортно пользоваться. Идеальную систему на основе насосной станции Deivertron. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие полезные видео. Хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok